Конечно, мы настраиваемся все равно по-своему, но это, можно сказать, наше сибирское дерби. Мы всегда готовимся, нам помог тренер, показал многие тактики, которые помогли нам выиграть. Ну и, конечно, все зависит от первого гола. Мы первые забили, и нам получилось удержать счет и забили дальше. Ты недостаточно часто подключался в пятером, но показалось, что это немножко спонтанно, и опыта пока не хватает в этих моментах. Ну, конечно, мы только пробуем, это чисто для личного опыта, чтобы развиваться дальше. Я думаю, в дальнейшем будет все хорошо, и с этой игрой мы все наладим. Как именно связано с тем, что Синара так достаточно плотно прессингует, и ты тяжело выходить из-под этого прессинга? Ну, конечно, но все равно, как я и говорил, что наш тренер показал многие тактики, которые нам помогли. Но, как видите, мы выиграли, поэтому прессинг не удался. Почему сегодня в разных кроссовках играл? Ну, так получилось, что после первого тайма, когда начал перезавязывать шнурки, порвался шнурок на левом кроссовке, и уже был свисток, и пришлось не менять шнурки, а одевать новые кроссовки. В итоге на ноль отыграл, может, сейчас попробовать с этой приметой и дальше? Конечно, будем пробовать. Это уже, можно сказать, второй матч Суперлиги на ноль. Вчера было, вот завтра будем стараться тоже на ноль. А вообще ведешь какую-нибудь личную статистику сухих матчей, ну, и в официальных именно играх? Ну, пока ведут только официальные игры за сборную, такие еще нет. Вы так после первого тайма с Юрулиным пошли, поздоровались, поговорили, у вас какие-то хорошие отношения? Да, конечно, мы очень долго сейчас уже играем в сборном месте, поэтому достаточно очень хорошие отношения, больше как дружеские, но площадки мы всегда враги. Спасибо.